Сегодня мы находимся в музее друзей Гудольфа Израильевича Фукса. И мы попросили Гудольфа Израильевича, чтобы он нам рассказал о своей жизни в Соединенных Штатах Америки, как он туда уехал. А уехал, как я понимаю, где-то в 80-м году примерно, но он меня поправит, если я не прав. И как он там начал свою интересную историю с музыкой, как он продолжил свои увлечения, которые у него были здесь, еще в Советском Союзе, его студия, которая называется «Этнизмедрогерская кампания», мы сегодня как раз и об этом и поговорим. Слово предоставляется Гудольфу Израильевичу. Ну, что вам сказать, я уже эту историю рассказывал миллион раз, и меня уже начинает обличать, мол, в прошлый раз я слышал вот это, а теперь вот вы рассказываете так, а сегодня вот по-другому. Ну, дело в том, что все это воспринимается уже из памяти, иногда память так подсказывает, в другой раз по-другому. Ну, что сказать, уехал я в 79-м году, будучи инженером, работал я в Лен-проекте, сейчас он называется Лен-НИИ-проект, на площади революции, большой дом с колоннами. Ну, почему я уехал? Ну, вынужденно, можно сказать, уехал, потому что в тот момент создались такие условия, что я подумал, что я со своей жизненной задачей, связанной с Советским Союзом, справился, пришел как бы к такому рубежу. С работы меня вынудили уйти, надо было искать новую работу. Начал я скрицаться по разным котельным, тоже в качестве инженера. Ну, после того, как я работал в техническом отделе на приличной должности, это уже было несколько унизительно, работать в котельных. Поэтому я подумал, что хорошим выходом из положения будет уехать куда-нибудь. Тем более, что был организован вызов в Израиль, у меня там были родственники. Ну, вот с этим вызовом можно было уже прийти в АВИР, на улицу Желябова, как теперешняя там, как она называется, не знаю, встать в очередь, записаться в очередь, и ждать, пока подойдет эта очередь к дверям АВИРа, войти туда, написать заявление. Кстати, в этой очереди со мной стояли замечательные люди, к которым я подружился, увидел их первый раз в этой очереди. Там был сын нашего замечательного комика Сергея, ну, черт его знает, у меня уже, который снимался в карнавальной ночи. Филиппова. Сергей Филиппова. Сын Сергея Филиппова и его супруга, вот с этим Юрой, с сыном Сергея Филиппова, я и проходил всю эмиграцию. Туда и попали. Вот, а вот попал. Там были еще и другие девушки симпатичные, с которыми я не применил познакомиться. И вот со всей этой кампанией мы попали в Вену. Летели в одном самолете, весело проводили время. Со мной, кстати, летела моя мама, Фрида Миняминовна, которая решила не отпускать меня одного. А папы уже не было, да? Папы не было, а мама решила, что нет, я моего сына. Мы с ней вместе блокаду парим, прошли эвакуацию. А папа врачом был, да? Да. И папа был на фронте в это время. Вот этот поезд, который там, вы что-то рассказали, да, с поездом, с этим самолетаром. Мы все вместе попали. Мы все вместе попали в Вену. Еще был там один парень замечательный, которого я с удовольствием вспоминаю и хотел бы найти, потому что мы как бы подружились в этом самолете. И он ко мне как бы проникся, и мы как друзья. Потом, когда уже у меня был бизнес, я имею в виду в будущем, в СССР, в Трекорд Кампании, магазин со студией, я его взял на работу, в Рома. Кажется, Фегин или что-то такое. Но если он это услышит, я бы был рад, если бы он отликнулся, потому что я его ищу, в принципе, не знаю. Он был программистом, хорошим программистом, вот, и, так сказать, хотел бы с ним продолжить дружбу нашу, вот. Ну, короче говоря, оказались мы все в Вене. Ну, Вена город замечательный. Мама моя стала активно ходить по музеям. Ну, я с ней, весь город Вена, это как музей. Правда, иногда я ее оставлял, чтобы прийти в кинотеатр и посмотреть какой-нибудь фривольный фильм. Ну да. Который там был, в общем, в России этого еще нельзя было бы смотреть. А там были замечательные фильмы. Это же 40 лет назад было. Поэтому я ее оставлял, извинялся перед ней и ходил в фильм. Она меня спрашивает, что ты там смотришь, какую-то ерунду. Пошли бы лучше в музей, туда-сюда. А вы мне рассказывали, вот, вы очень много написали потом. В США много написали. То, что мы здесь показываем, это все ваше в основном. Это ваши и все заметки, которые в различных журналах. Целый альбом статей. Целый альбом статей твоих, да. У меня такой вопрос к вам. Вы отсюда увезли, как вы говорили. Самое дорогое, что у вас было, это пишущую машинку. Вот расскажите, как вы пишущую машинку перевозили отсюда? Значит, пишущую машинку под названием «Москва». Вот такая огромная машинка с движущейся кулицей. Заняла у меня пол чемодана. Можно было взять с собой два чемодана. Половину чемодана заняла у меня. Машинку обязательно надо. Моя жена Марина, которая сейчас находится в Канаде. И замужем за канадцем музыкантка. Кончила консерваторию. Она могла быть играющей в пьянинской. Хотела преподавать. Я не знаю, как. Так это ее Виктория, да? Да, Виктория. А, да, так это ее Виктория, оказывается. Да, я понял сейчас. Она у меня дочка, она сейчас, слава богу, есть. Ей уже под пятьдесят, очень красивая женщина, с прекрасными глазами. Короче, я оставил жену, который был вынужден развестись. Развелся я потому, что она не могла оставить свою маму покойную. Мама тоже с ней вместе уехала, но позже. Значит, и мы с ней развелись. Я ей, надо сказать, уплатил до семнадцатилетнего состояния моей дочери. Ну, это алименты назывались. Алименты, да. По нашим алиментам. По тем временам огромную сумму я продал ту свою коллекцию пластинок, чтобы рассчитаться с ней полностью до копейки. Я уплатил ей, моей дочке в то время было, по-моему, шесть лет. Но сейчас она тебя очень любит, как я видел, по крайней мере. Она очень любит тебя, видно, что улыбается. Господь мне, так сказать, подарил, несмотря на то, что моя жена Марина тех лет ко мне не очень хорошо настроена. Непонятно почему, потому что я, в принципе, не давал никакого повода. Но она и ее, может быть, тоже могла бы настроить. Но она не поддалась вот этой настройке, и она оказалась любящей дочерью. Ну и слава богу. И прекрасно меня вспоминает. И я, будучи там, в Америке, регулярно посылал ей там подарки на Новый год там какие-то. Ездил иногда, чтобы проведать ее еще маленькую. Так что с этим слава богу. А с машинкой-то вы что-то рассказывали, чтобы ее разбирали, машинку, да, и собирали. Да, это машинка, да. Что-то про машинку. Значит, эта машинка, как я уже сказал, заняла пол чемодана. И вот моя жена, Марина, бывшая, она у меня спрашивает. Зачем ты берешь эту руку с собой, что там машинок нет? А я говорю, я хочу. Там еще разговора об Америке не было. Мы ехали в Израиль. Печататься. Я хочу быть журналистом. И печататься в газетах. То, что мне не удавалось сделать здесь. Здесь я писал, там иногда никто меня не хотел печатать. И как всегда бывает. И сейчас та же самая история. Если ты придешь со своей статьей в какую-нибудь редакцию, никто с тобой разговаривать не будет. И тогда еще тем более. Советская власть, она говорит, надо быть полным идиотом, чтобы взять с собой такую машинку. Самая такая, что есть. А у меня был такой настрой, именно эту машинку. Я понимал, что она права. 100% права. И будущее подтвердило, что она права на 100%. Потому что эту машинку на тамошне разобрали по винтику. Они искали бриллианты. Была такая легенда, что мы вывозим бриллианты, спрятанные во всех этих аппаратах, которые мы взяли с тобой. И там искали, значит, бриллианты. Ну, они разобрали, а собрать не так квалификация. Поэтому мне эту машинку отдали в двух полиэтиленах в пакетах. Так вот, значит, возьмёте. Они, видимо, рассчитывали, что я брошу в мусорную яму. Безопасность. У меня характер очень такой, я бы сказал, зацепистый. Как-то так. Я хотел вообще их судить. Да. Потому что они там. Ну, не было времени-то уже. Ну да. Надо было улетать. Я взял эти два полиэтилена в пакетах, засунул в тот же чемодан, в котором лежала машинка. И вот с этим всё. С отдельными частями приехали. В Штаты, да, приехали. Приехали. А, в Венгрии. Там, значит, я получил письмо от своих друзей из Штатов, что они нашли мне работу. Техника. Техника конструктора. Ну, я был главный женер проекта в техническом отделе. А тут, значит, техник. То есть, садись за Кульман или куда-то там и рисуй. Ну, в общем, платили, ну, как мне показалось, да, 3,50 сейчас. 3 доллара, 50 центов. Ну, я думаю, ну, такой вариант. Письмо пришло. Я, значит, пошёл в американское консульство, там в Живиле, и сказал, показал нам вот это письмо, и говорю, вот меня друзья нашли. Ну, что вы, хотите в Штаты ехать, они мне говорят. Ну, я думаю, раз такое дело, работа уже есть. Вот. Давайте поедем. Ну, тогда отправили нас на поезде в Рим и поселили в природе Рима, в котором когда-то жили гладиаторы. Остия называется. Остия. Такой курортный городок, очень красивый. Дали квартиру. Ну, временно, конечно. Временно. И вот мы с мамой, значит, поселились. Ходили на пляж шикарный, итальянский. Вообще, это рай земной. Ну, да, посмотри, откуда мы выехали. Откуда мы выехали. Ну, сможете представить. Ну, что? Ну, там ещё замечательный рынок был. Может быть, и сейчас есть Американо в Риме. Где можно было реализовать предметы, которые мы взяли с тобой специально, чтобы нам можно было вывезти. Нам дали всего, кажется, я уже не помню, 160 долларов мне и 160 долларов маме. И живите, как сказать. 320 долларов. А остальное, что взяли с собой в чемоданах. И всё. Ну, значит, вот можешь ходить и продавать. Американо-рынок. И вот мы туда ходили по воскресным дням на маму. Золото не разрешали вывозить, да, золото? Какое золото там? Я не знаю. Всё, о чём-то разъём. Бриллианты тоже надо. Снимали, что было. Доставляли снимать там. Польца, шмольца. Бриллианты. Они же искали. Я же сделал машинку. А, ну-ка, да-да-да-да-да-да-да. Там мелко. Да, машинка. Да-да-да-да. Там же в Осте я познакомился тоже. А искали-то наши таможенники или какие-то таможенники? Нет, искали здесь. Наши, наши, да, советские таможенники. А там нормально прошли, когда приехали? Ну, там обычные. Там обычные таможни. Потом, значит, они, значит, когда я туда приехал, освоился немножко, я встретил ещё одного эмигранта, как раз который может ремонтировать машинки. Я ему сказал, слушай, вот такой случай. У меня машинка с собой разобранная. Не хочешь собрать, попробуй? Он говорит, ну, делать нечего, всё. Давай я ему эти полиэтиленовые границы. У нас всё частями, да. И он, значит, как раз там, мы там пробыли два месяца, к моменту отъезда, собрал всё, в отличие от этих ребят на саможене, которые разобранные. Разбирать почвы всегда, конечно. Вообще-то они обязаны собирать. Ну, конечно, как же так. Ну, у них не было стремления никакого проще отдать прямо. Да, вот так, забирайте и всё. Да, да. Чуть и не враг народа, да, уехал, бросил в своей стране. Короче, он меня собрал, я ему заплатил, но машинка стала хромать такая, когда-то на ней можно было печатать. А она так вот, шрифт хромой была, значит. Ну, не так печаталась хорошо, когда я его возил. Но всё равно, я её, раз я её взял, и у меня очень упорный характер. Вот, ты знаешь. Ну, знаю, это я знаю. Вот, поэтому с таким характером, это мне и помогло, в общем-то, как-то встать на ноги. Если бы у меня не было этого характера, я не знаю, что бы со мной получилось с ним. Ну, может быть, работал бы техником и конструктором. Поскольку, значит, я эту машинку привёз в Нью-Йорк, нас поселили в хорошем старом отеле в районе 48-й улицы Нью-Йорка, Манхэттена. Ну, вот, три или четыре дня, а может, неделю мы там пробыли. Короче говоря, потом, когда время прошло где-то, недели две мы там были, в этом, Белеведер, кажется, он назывался гостинцем. Она, значит, они нам дали документы и деньги в каком-то банке, в израильском банке. Занималась с нами такая организация, Найя, она называется, она занималась теми, с теми отъезжающими. Они нам давали какие-то деньги, мы пошли, сняли квартиру уже в Бруклине, в районе Ошен-Паркове. Вот, сняли квартиру, там тоже был замечательный друг у меня, Гена Гудкин, баянист. Если он когда-нибудь услышит это всё, передаю ему привет, привет. Значит, ну, мы с ним общались, конечно, какое-то время, он музыкант. Я ему показывал свои песни, он, значит, пытался, и играл неплохо их, и там у него были друзья-музыканты. Мы все как бы репетировали эти вещи. Ну, то есть, я ещё и композитором сравнил момент отъезда. Не только журналистом, писателем, но ещё и композитором. Более широкого профиля, да. Поэтому, вот, ну, как бы жизненные мои туда, как правило, стараются реализовать свои творческие профессии. Никто на свою собственную профессию не претендует. Вот, хочешь быть, предположим, поэтом. Вот ты писал, что-то там, тебе не печатали. А там, вот, пытайся, иди, старайся. Некоторым это удавалось, большинству не удавалось. Вот, ну, вот так и я. Я думал, что я вот великий поэт. Без такого, ну, конечно, не великий, я знал, что я средний поэт, будем так мягко говорить. Вот, ну, я тоже пытался пристроить в газету новое русское слово свои стихи. И даже редактору, который в своей книге, в книжных магазинах, Сидых, Андрею Сидыху, он был когда-то секретарём у самого Бунина. Он написал массу книг хороших. И о том времени, когда он был секретарём Бунина, там очень многие книги, он, значит, в одном из книжных магазинов презентовал свою книгу вот эту. Я, значит, пришёл туда, в этот магазин. Ну, и подошёл к этому Сидыху. И говорю, здравствуйте, вот, не так давно мы приехали, я ещё пока нигде не работаю. Я бы хотел показать вам свои стихи. Ну, это, конечно, большая нагло с моей стороны. Ногмально, я считаю. Ногмально, да. Он так на меня посмотрел. Вы знаете, мы стихов вообще-то не печатаем. Ну, что было, но они не печатаем стихов. Ну, выше у меня из-под ног, так сказать. Ну, не о чем было говорить, стихов не пить, но вот этот момент я с ним познакомился. Короче говоря, я, конечно, расстроился, огорчился, что моя поэтическая карьера сразу же не успев начаться, заканчивается. Но, тем не менее, я там работу никто не давал. То есть мы жили на это пособие, которое давала Наяна. То есть как бы там в магазине можно было всё купить, за квартиру можно было заплатить. Но у меня такая творческая натура, что сидеть просто так. Мы же приехали покорять Америку. приехали покорять её. Да, да. На работу никто не берёт. Правда, несколько позже у меня был друг такой, к сожалению, его уже нету. По фамилии кажется, Свинкен фамилия была из Харькова. Очень красивый парень. Он работал в этой самой Наяне. Он работал переводчиком. Ну, я с ним там как-то подружился. И он меня нашёл работу. Какую работу? Он меня нашёл работу в одном из музыкальных магазинов. Надо было спускаться в адвал, под магазин и обрабатывать те долгоиграющие пластинки, которые этот музыкальный магазин получал из радиостанций и продавал. как бы, незаконная деятельность. Это мы уже к студии подходим, да? Правильно я понимаю? Это она и есть, да? Нет. А или пока нет? Первый мой опыт общения с долгоиграющими пластинками. А, это вообще, да. А что представляли собой эти пластинки? Они были запечатаны, но там была такая наклейка большая на полконверта, где было написано, что эти пластинки не для продажи, а для распроизведения. А магазинам-то надо было их продавать. Поэтому они нанимали вот людей, например, типа меня, чтобы мы эти этикетки аккуратненько снимали, если портился конверт, приводили его в порядок и поступала продажа. Такая вот работа. Подпольный бизнес называется. Да, ну что делать? Да, ну что делать? Это была мама небесная. Ну да, да, да. Понимаешь? Потому что наконец-то я нашел первую, так сказать, работу. Даже, надо вам сказать, что я очень долго хранил первый доллар, который мне удалось заработать в Америке, я его хранил. И потом он у меня лежал в кассе даже. Потом в кисмете, уже позже, но я лежал в кассе. Вот. То есть я его никогда не отдавал, ничего. Ну, правда, к сожалению, мать моего сына, Бельджи, она у меня там иногда хозяйничала в магазине. Она этот доллар отдала кому-то позже уже в виде в сдаче. Очень жалко, я это жалел. Ну, не важно. Короче говоря, короче говоря, вот этот Виктор Семинкин, Виктор его звали, он, значит, очень красивый, представительный, харьковский такой вид, украинский. Прекрасно говорил по-английски. Вот он мне оказал такую вот помощь с устройством на работу. Ну, а у меня, значит, как получилось в этом дальнейшем это, значит, то есть это какой-то был наитие какое-то. Я считаю, что это наитие, может быть, от Господа это шло, надеюсь, потому что вся моя жизнь потом вот поэтому наитие. Как будто кто-то меня вел. Этот точно, совершенно да. Как будто кто-то меня вел. Я сам в это не верю до сих пор. Это было, да. Короче говоря, вот в этой газете новое русское слово, она состоит из страниц с моими статьями. Вот это все. Мои статьи. Ну, а сколько примерно хотя бы статей-то? Хотя бы примерно. Потом посчитай. Ну, примерно хотя бы. Не помню. Короче говоря... Три, пять. Что-то. Короче говоря... Ну, вот она состоит. Граммофонная фирма в Америке. Пишет русский гармофон и фирма в Америке. Это ты писал? Это мои статьи. А, это твои. Это твои статьи. Да я же... Оттягиваюсь блюзом. Это я потом делал даже оттягиваюсь блюзом и с тобой на твой текст сделали эту песню. Я всегда мечтал сочинить блюз. Блюз ты сделал, да. И вот я сочинил блюз. Сочинить блюзом, да. Вот. И назвал его оттягиваюсь блюзом. У нас опубликован... Потом, правда, американцы, которым я уже записал его и прочее, они говорили, это какой-то русский блюз. Это не... Это не тоже блюз. Это не американский блюз. Я, Николай, да, кстати, хочу вам сказать, вот вы здесь видите, там написано Вим Рублев. Это Рудольф Израевич, вообще-то. Да, да, да. Это его просто. Это его... Это его второе. Это... Когда я... Я начинал свою творческую деятельность, а это Вим Рублев. Еще в Ленинграде, будучи бардом, просто... Вим Рублев, да. Сочинял песни. Это псевдоним был тогда. Это был мой творческий пиздоним. Вим Рублев. Да. Ну вот с этим творческим севдонимом я и в Америку приехал уже. И Соловьев еще, от мамы. У тебя от мамы фамилия осталась. Правильно, от мамы, да? Соловьев. Да, да, да. Короче говоря... И тут Соловьев. Короче говоря, значит, находясь в довольно растребанных чувствах от безделья, я вспомнил про эту самую машинку хромающую. Достал ее из-под кровати, поставил на стол и думаю, ну, напишу-ка я что-нибудь. А не написать ли мне что-нибудь? Великое. Великое. И начал писать каждый день там по две-три странички, а то и больше. И написал такую стостраничную повесть под названием записки коллекционера. получил какое-то там удовлетворение от этого. и вот, как сейчас помню, новогоднее настроение 1980-го года, 1980-го года. я покупаю в газету вот это новое русское слово. И там статья. Ростислав Владимирович Полчининов написал. Вел в то время уголок коллекционера в этой газете, где он писал о разных коллекционированиях. Кто что там... он все коллекционировал. Буквально все. Он такой сто процентов коллекционер. Но на любую тему он мог рассказывать и писать. И там была такая статья о довольно странных вещах, которые назывались в русской песенной истории журавли. Это частушки военного плана, которые шли со времен юнкерских училищ. типа скабрезные довольно, с матом, там прочее. И вот он написал статью про эти частушки. И там какие-то там публиковал. А частушки это как бы белые с... белые с красными перебрасывали частушки вот этими зломными таким. А я помню в то время было, что я еще из пионерских времен помню частушки, которая на наших времен прошла. Она там поддавай буржуев за жару машем шопор с кепидаром, жура журавушка молодой. Ну вот я вспомнил, про эту статью прочитал, он Ростислав Владимирович написал, если кто знает еще какие-то частушки, вот, журавли, напишите мне пожалуйста. а я прошел домой в Бруклине с этой газетой, думаю, я же знаю одного журавлия, купил открытку новогоднюю, подошел на почту и написал, дорогой Ростислав Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за вашу коррекционерскую деятельность, поздравляем с наступающим 1980-м годом, и вот я помню такую ночь из журавли одного, и вот написал написал свой телефон и бросил в ящик, ну уже тоже какие-то там новогодние каникулы и прочее, прочее, вдруг раздается звонок там числа может быть 8 января 6 здравствуйте я Ростислав Владимирович Полчининов можно Рудольфа Соловьева я говорю я Рудольф Соловьев я очень благодарен вам за ваше новогоднее поздравление и подарок это самый дорогой для меня подарок и вот мы с ним проболтали часа два по телефону насчет музыки и прочее и не могли оторваться друг от друга он говорит Рудольф то, что вы рассказываете это феноменально интересно не хотели бы встретиться приезжайте в Манхэттен я же жил в то время в Бруклине я звоню вам с радиостанции Свобода меня подбросило я говорю работаю на радиостанции Свобода приезжайте сюда я вам выпишу пропуск мы продолжим наш разговор я говорю да-да конечно значит билеты в то время на метро стоили 25 центов сейчас они 2,50 там или что-то 3,50 ну я вот взял 25 центов купил билет и поехал в Манхэттен думаю ну еще я с пустыми руками поеду возьму-ка я с собой вот эти записки коллекционера ты представляешь мысль такая в голову кто-то мог бы без них поехать ну да конечно положил в карман пиджака приезжаем где там пропуск выпустит он встречает пойдемте говорит у меня наверху там на 42 этаже улицы это было у меня кабинет пойдемте поговорим опять сидим говорим говорим не отрываться он говорит вы знаете Рудольф можно я позову своего начальника он правда по-русски не говорит Сосин фамилия и вот сел и мы начали говорить как раз тем он писал как раз диссертацию о подпольной песне в России представляешь то что я ты попал да я ему говорю он говорит господи боже мой ну как бы мне скопировать ваши записки тогда а я по простоте душевной говорю ну так что мне забежайте наберите они после скопировали потом он диссертацию защитил на том что я ему рассказал ну я конечно в то время не понимал этого ничего вот он потом мне пришел приехал поставил бутылку коньяка уже в кислоте заработал за диссертацию короче говоря когда мы расставались с Плочиной на 42 улице он говорит Рудольф вы знаете все что вы рассказываете феноменально интересно для наших эмигрантов для наших случитателей у нас газета на 34 улице в то время она была или другая какая-то улица не 34 стала позже приезжайте и вам надо опубликовать это все в газете я говорю я бы пытался уже разговаривал там с редактором которого Седых фамилия Андрей вот он мне сказал что поэзию не печатать он говорит зачем вам поэзию вот у вас все интереснее вот это вот идите свяжите то я вам дам записку заместителю редактора Суботину он мне дал записку ну я взял и поехал туда там тем более в Манхэттен туда же еще успел приехать до закрытия редакции он значит встретил меня ну записка все-таки уважаемый такой сотрудник ему было не до меня там что-то он писал там он повистал говорит с кривой улыбочкой такой ну я не знаю может быть у вас там слитное какое-то повествование вы могли бы просто в виде каких-то статей разбить да да вот дома что-нибудь поработайте при статье приносите может что-то найдем вот напиши вы мне что-то сказали вот на эту тему и расскажите что-то там нашел какие-то куски там ему интересные было ну я приехал домой думаю ну что я буду заново переделывать взял заново там написал совсем другое там даже не помню что он там мне заказал ну и какой-то день там привез туда Манхэттен вот эти свои статьи статью одна тут у меня кажется есть называется пластинки заики вот если найдем вот как раз о Руслане Богословском а понятно это фирма мелодия да да потом можно будет ну главное мы же не правильно да правильно сейчас просто она тут не вначале идет вот пластинки заики вот она первая моя статья это первая статья там вот видишь подпись Рублев прочее прочее еще еще может как нет вот это была одна ну я дал ему я говорю а когда может ждать он говорит ну я не знаю там у нас много материалов подойдет очередь когда-нибудь там ну в общем я с нетерпением полетел домой а я не совсем знаю русское слово это какое здание сколько оно там это два листа какой или страничные здания что это обычная газета 4 это газета да газета еженедельная которая уже нету к сожалению она была старейшей русской газета которая не сдавалась ежедневная ежедневная даже большая газета вот такого формата примерно и она издавалась 1900 после революции 1910 года даже еще до революции она начала издаваться правда издавалась по-моему на два года раньше вот эта газета правда подпольно там она издавалась она издавалась на два года раньше а это через два года организовали ее вот русские иммигранты тоже так что это очень она по всему миру продавалась очень популярная газета была ну и вот потихоньку вот так вот я стал ходить пешки смотреть не появилась ли статья моя и ждал может себе представить три месяца три месяца ну конечно в конце концов жить то надо как то да ну жить то у нас было пособие на что жить да пособие какое приличное было пособие хватало на хлеб только на хлеб квартиру на еду хватало ну понятно мы немножко одевались ну открываю газету вот эта самая статья пластинки заики которые я три месяца разом написал Руслану Богословскому когда нибудь мы про него поговорим более подробно но это вообще уникальнейший человек который совершил гражданский подвиг я бы сказал в Советском Союзе выпускал долгоиграющие пластинки у себя в ванной в коммунальной квартире делая их и печатал американскую музыку вот в то время популярную очень но у нас запрещенную да короче говоря он за это был осужден несколько раз по-моему он три срока по пять лет отволок но сам был замечательный парень внешность такой белогвардейского офицера такая вот именно но и родители у него да родители у него были известны начальник Треста был человек который уже при советской власти то есть у него были в Советском Союзе были достойно хорошие устроенные он был слесарь вот он не пошел учиться но с руками он мог сделать все что угодно вот очень талантливо и вот он сделал такой пресс где перепечатал речи Ленина почему Ленина потому что они были самые дешевые за 6 рублей можно было нет какие 60 копеек за 60 копеек можно было купить пластинку с речами Ленина перепечатать и сделать из нее долгоиграющую пластинку псевдоамериканскую по виду она мало чем отличала от американской пластинки этикетки были соответствующие новой американской музыке и продавал он уже где-то ну рублей за 100 здесь на барахолке с речью Ленина продавал а у нас пластинки долгоиграющие 2,15 стоили если не ошибаюсь я могу ошибаться у нас пластинки 2,15 стоили долгоиграющие ну да это он я не знаю может быть я слишком загнул может быть не за 100 меньше потому что у меня все равно прилично и деньги продавал думаю что вот эти 60 копеек он на 200 процентов не поднимал понимаешь безусловно поэтому я хочу что многие не знают Женя тоже не знает джинсы стоили тогда какие-то бразильские например еще надо было купить еще не купить было 100 рублей тогда а зарплата была всего инженера 150 рублей была джинсы было не купить а импорты типа американские левистрал там какие-то тебе вообще 250 300 рублей то есть 2 зарплаты я значит в этом бизнесе тоже немножко покрутился потом договорил дело в том что я знал одну из таких контор которые шили джинсы из какого-то материала это в Америке уже здесь здесь стоилиFlä до отъезда шили джинсы из какого-то материала женцового материала настоящего женцового материала ну такой материал был который тоже получали имибинский или не какой-то какое-то то есть одна из гибиль ну мы-то не понимали то время понимают и народ который приобретал не понимал этого материал был не настоящий джинсы не столь плотный из которого шили но Ну вот я познакомился с такой группой людей, которые шили вот такие джинсы, этикетки печатали, всё. Я почему это говорю? Что я и об этом написал уже позже статью под названием... Как это я назвал? Ну что-то такое тоже скабрезное такое. Самопальные джинсы или что-то такое. А можно мне вставить одно слово на эту фразу? А тогда ещё у нас продавали единственные были в Советском Союзе джинсы, ты, наверное, знаешь, которые назывались фирмой Милтонс, индийские джинсы. Фирмы Милтонс были, они были очень дешёвые джинсы, но они были тонкие, на джинсы не были похожи, честно говоря. Они их много, практически их делали во всех странах демократии. Милтонс, да? Да, Милтонс вот эти, да. И египетские были такие, и польские были такие, да. Они внешне напоминали... Очень отдалённо, да. Очень тонкого материала, они очень тонкие. Да, тонкие, не то качество было. Но всё равно народ покупал. И тогда, между прочим, очень дорого стоила фурнитура. Вот если когда джинсы шили под поделки, очень дорого шили. Вот эти лейблы разные, эти самые змейки, значит, вот эти... Там же было много на фирменах, на фирменах было много этикеток отпечатано. Да, да, да. Вот эти этикетки отпечатали в типографиях. Всё, как получается. Клёбывали, всё это. Это была целая индустрия. И подбольные, да, целая индустрия, да. Просто потому, что я об этом тоже написал статью в своё время. Ну, я так немножко перед самым отъездом тоже поучаствовал в этом деле. Мне нужны были деньги, потому что я должен был рассчитаться с моей женой тех лет до 18-летия моей дочки. Надо было набрать денег где-то. Я продавал свою коллекцию. Ну, я с ней рассчитался, слава богу. Ну, где-то надо было идти. Это был такой же распространённый довольно бизнес. Ну, короче говоря, когда я увидел свою первую статью, я сразу отвёз вторую. Тут она где-то у меня есть. И вторая тоже, может быть, на эту тему. Вот они, как-то, за начальник этой статьи. Граммофонная фирма в Америке. То есть я им писал то, что они, находясь в Америке, не знали. То есть я это всё знал, будучи коллекционером, я это всё знал. А они, живя в Америке, об этом даже не подозревали. Ну, вот им было всем это интересно. Тираж газеты подпрыгнул. Два раза в неделю шла моя статья, за которую мне платили 35 долларов, между прочим. Вот уже довольно ощутимые деньги. Ну, вот так вот началась моя творческая карьера. Можно мне ещё вставить немножко? Я чуть-чуть хочу такого, чуть-чуть вставить. А где-то лет за 15 даже для Жени, скорее всего. А лет за 15 до этого, когда я ещё учился в школе, где-то примерно в 65-м году, во-первых, появилась первая шариковая авторучка. Это было что-то новое. Мы писали ещё в школе, писали простыми ручками, перевыми. Ты тоже так же учился, да? Когда мы туда, это в Чернило, и писали. Появилась первая шариковая ручка. Наша школа, например, была напротив Октябрьской гостиницы. И впервые мы увидели жевательную резинку. Это фирма «Жёнки». Рудольф и Зрачи, это точно, знаете, жжёнки. Потрясающий запах. У нас тогда это всё американское, это всё это третворное влияние Запада было. Я на секундочку перебег. Я рад его. И тогда именно появился и «Битлз», мы когда услышали. И «Роллинг Стоун» появился. Мы тогда всё это осознавали. Вот это приходило, вот это новое мысль. Поэтому понятно, что когда он уехал в Америку, а американцы, которые жили ещё до этого... А, кстати, Женя Драпкин уже там же был, да? Он приехал, он ещё до меня. До тебя. Да, и вы как пересеклись с ним? Немножко раньше, я расскажу об этом. А потом расскажем, да. Немножко раньше он приехал, да. Да, так, ну-ну. И Володя тоже раньше уехал в Лосгин, да? Да. Вот я приехал в таком виде. А, вот в таком виде, да. Ну да, вот. Вот. А это я держу в руках пластинку Алёши Митриевича. Ты, наверное, не знаешь, что это такое. Она не знает, она не знает. Но ты, наверное, знаешь, да? Я знаю, да. Вот. Только сейчас Адамчика знаю. Который мне, который он подарил мне. Я пошёл к нему на концерт. И вот он мне подарил, осчастливил меня вот. Подагнул такой пластинкой. Об этом можно поговорить и послушать Алёшу Митриевича. Короче говоря, значит, я стал регулярно печататься. И однажды, там лифт был такой, там несколько этажей где-то я занимал. Я столкнулся с Сидыхом в лифте. И он мне говорит, вы знаете, Рудович, а я ваш читатель. Он мне говорит, мы же вас печатаем, как Льва Толстого. Два раза в неделю. А, да, да так, да. Я говорю, а вы же не хотели мои стихи допечатать? Я же приносил вам. Он говорит, да, да, но вы же ведь не Пушкин. Да, да, да. Я до сих пор отказывался. Вы же не Пушкин. Я говорю, ну, ну что-то похвыкнуло. Нельзя же было сказать ему, что я лучше Пушкина. Я и до сих пор не лучше Пушкина. Хотя Пушкин написал стихи не так далеко, давно, ночью. Значит, что-то было какое-то озарение у меня. Мы потом вставим. Я, может быть, сегодня прочитаю. Сегодня мы с ним, а потом я вставлю. Иногда у меня ночью, значит, озарение поэтическое, не знаю откуда. Что-то прочитал, что-то приснилось. Ну, вот я там, когда приходит первая строчка, я начинаю твердить, приходит вторая, третья. И так все стихотворение. А я в постели лежу. Встанешь, уже не заснешь. И иногда думаешь, а, ерунда. Ты просто был очень обижен за него, за Александра Сидеевича, на Дантеса. Ерунда, ерунда. И утром пытаюсь я вспомнить, ничего не можешь вспомнить. А тут я не повенился. Бросил одеяло, встал. Написал. Я едва разобрал потом, что я написал. И действительно, приличное полное впечатление. Мне понравилось. Я почитал. Я сегодня показывал Саше. И вроде ничего. А перед этим я прочитал по телефону его Колю Брауну. У нас наш замечательный наш поэт. Вот. Прочитал. Он что-то хмыкнул. Еще не сказал. Я так, наверное, подумал. Он не по Сеньке шапку подумал. Взял сапожки на стихе писать. Да-да-да. Черт, я знаю. Ну, короче говоря. Вроде что-то получилось. Он меня брал. Я давно не пишу стиху. К сожалению. А это меня угнетает. Потому что, когда я что-то напишу дельное, я не чувствую прилив энергии, бодрости. А когда не пишу. Ну, к сожалению, это вот так. Ну, сегодня вы услышите это стихотворение. И вам уже судить удалось оно мне или нет. Ну, короче говоря, на чем мы-то остановились. Да, вы же, говорит, не Пушкин. Ну, действительно, не Пушкин. Ну, вот, печатали или меня, печатали. Пока я не залез в какие-то дебри. То есть я постепенно от этой темы уходил. От музыкальной. На которую они вроде меня взяли. Потому что писать должен был это, в принципе. А тут я написал о джинсах, там, черт знает как, там, что-то всякое. Ну, не знаю, скрипя сердце, печатали. Вот. Потом я познакомился, один из моих уже в будущем кестмете, из моих клиентов, пришел и, да, мы разговаривались. Он говорит, вы знаете, я был парикмахером Юла Бриннера. У меня уже, как вот такой... Ну, да. Юла Бриннер, это же великий человек. Наверное, все молодежь сейчас, может быть, не очень знает, кто помнит великолепную семерку. Это был первый русский человек, полноценно пробившийся, не советский человек. В западную индустрию. В киноиндустрию. В киноиндустрию, да. Причем он талантливый певец, талантливый гимнаст, там, много всякую, большую творческую историю прошел. И он снялся в фильме, по-моему, про самозванку из рода Романова. Тоже был фильм? Про Анастасию, что ли? Да, да, Анастасия фильм. Он в этом фильме, в роли благогвардейского генерала он там снял. И там он шикарно спел роман с таким низким голосом. И таким русским голосом, который в России уже никто не мог так петь, как он. Как он спел. Настоящим русским голосом. Ну, в общем, короче, когда я узнал, что он... Что он, значит... Я, значит, говорю, ну, расскажи... А он, да, он массажист был, массажист. И он, когда делал массаж, Юл Бриннеру... Они разговаривали. И Юл Бриннеру поднагодно рассказывал всю свою историю. Часто там какие-то скабрезные истории, там, связанные с любовными делами. Это даже как ты нам сейчас рассказываешь, между прочим. Ну, я рассказывал, как было. Почему у меня прекратилась эта журналистская деятельность. А, ну, да. Я начал писать про Юл Бриннера. По его донам. А им в редакции это не понравилось. Потому что это я уже схватился. Не за того. Ну, я, значит, начал обижаться. Одну статью принёс сама. Они не взяли. Первую, первый раз не взяли. Вторую статью принёс. Опять не взяли. И начали там меня обвинять, что я начинаю выдумать небелиться и прочее, прочее. Я стал обижаться. Нашлись люди в калифорнийской газете, которая называлась тоже русская газета, «Панорама». Редактор ухватился. Ему сообщили там из этой редакции, что вот мы не взяли статьи вот этого Рувима Рублёва. Он мне написал, пришлите мне эти статьи. Ну, я думаю, раз. Взял без спроса, без разрешения. И не понравилось. Послал им статьи в эту «Панораму». Они, значит, начали публиковать там. Какой-то начался ажиотаж. Ажиотаж. Я потом так и понял, что он же мне сильно привирал. Массажистов. Ну да. Я же его не проверял. Он мне то, сё, пятое, десятое. А я, как он мне рассказывал, так и пишут. Ну, мы наивные люди, конечно. Есть люди, которые пишут там, читатели, что... Такого не было. Какой-то чушь. Такого быть не могло. В частности, он мне там рассказал, что, по-моему, был такой вообще на Дальнем Востоке. Я забыл сейчас, как его звали. Лид Монголия он был. Он хотел создать Монголию великого. Ну, русский генерал. Отпетая такая душа, которая, в общем, я сейчас фамилии не помню, но можем потом вспомнить. Я о нём, кстати, стихи тоже писал. Который вообще рыцарь был, немецкая фамилия, барон. Который вызывал на поединок немцев. Он выезжал на коне перед окопами. Вот такой чокнутый, знаешь? Ну да, 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 да. И говорит, фрицы, там кто-то, кто хочет. Кто же быть со мной, да. Кто хочет. Ну, там вылезали, он его убивал, выезжал. Несколько дуэлей было таким. Ответащий. Вот это вообще очень интересно. Первый раз, мы потом поговорим. Да, да, да. Вот, он говорит, меня потрясло. Но самое главное, что во время гражданской войны он тоже там накоролечил, бог знает чего. Был фильм такой «Даурия», в том «Даурии». Ну вот, я сейчас забыл. Да, да, что-то было такое, да. Даурия, он захватил Монголию с тем, чтобы устроить, значит, великую Монголию. И вот с этим монгольским войском он выступил против Москвы. Ну, короче, я о нем написал. И там, на чем я спотнулся с этих слов этого массажиста, у него было якобы еврейское подразделение в его войске, хотя он был андисемит, и там, черт его знает что, на самом деле. А я написал, что у него было еврейское подразделение, вот, который, значит, евреи там воевали, там, вместе с ним, черт его знает. Ну, он мне так сказал, я не проверил, значит, и написал. И вот, значит, пошло там масса всего против меня, что, мол, и, короче говоря, в конце концов, там очень интересная история произошла. В конце концов, меня прижали к стене читателя, и ему придется писать опровержение. То есть, я должен был в Калифорнийской газете написать опровержение того, что я написал. Ну, я, значит, все бросил, пошел, значит, в публичную библиотеку, там, 42-я улица шикарная, рассказал там служащим, говорю, вот, надо выходить из положения, они там какие-то мне материалы подгребли. И я, значит, последний какой-то шанс там написал, тоже уже не помню, что. Мне этих статей не сохранилось, я их подарил, потом, когда уже приехал сюда, подарил одной девушке, кстати, княжней Волконской. Я ей подарил, дай бог, если она живая, слышит меня. И, наверное, у нее сохранились эти статьи. Короче говоря, меня прижали к стене, и надо было уже что-то. И вдруг из редакции этой панорамы приходит письмо от этого, потомка вот этого барона, я уже забыл, как бы вспомним когда-нибудь, где, мол, написано, что все, что он написал, верно, вы можете все заткнуться. Вот такая история. Но в новом русском слове мне этого не простили, то есть печатать меня перестали. Авторская карьера закончилась. Ну, я в то время уже, так сказать, и мелкий смет, и зарабатывал слава богу. Капский сметом, теперь надо перейти к капту, зашел слава богу сюда. Зарабатывал слава богу, при помощи музыки. Я, в общем-то, одна из моих причин поехать была, конечно, не самое главное, стать журналистом, да, прочее. Я хотел издавать пластинки. И когда я своей бывшей жене Марине, она меня спрашивала, что ты едешь, что ты будешь там делать? Она, я хочу издавать пластинки. Где, что? Я говорю, тут, в Америке, там, в Америке, есть множество белых пятен, на которые фирма «Мелодия», наша фирма «Мелодия», советская, не может осветить музыкальных пятен много. Поэтому я хочу освещать своей творческой деятельностью вот эти вот музыкальные пятна. То, что интересно русским людям. Да, да, я этим занимался. Это статьи мои все. Значит, и когда у меня появилась возможность издавать пластинки, а как она появилась, это уже целая история. Ну, короче говоря, когда я приобрел кисмет, то есть это было полное безумие с моей стороны, неопытность. И это надо было. Я действительно, моя первая жена, Марина, привет тебе, Марина, если ты меня услышишь когда-нибудь. Она мне говорила, ты полный идиот. Ты же самый настоящий идиот. Ты едешь заниматься такой деятельностью, которая, в общем, ничего тебе не даст. Ну, я, конечно, на ней оскорбился. И стали ругаться на это больше. Ну, короче говоря. Короче говоря. Значит. Как ты случайно туда пришел? В эту фирму же была до тебя еще. Да. Значит, эта фирма «Киез Матеракард» называлась. Она и сейчас, слава богу, называется. И сейчас она называется «Киез Матеракард». Она существует до сих пор. Вот. Короче говоря, у меня пластинки этой фирмы были. Были пластинки Вертинского. Вот они у меня и сейчас есть в коллекции. Пластинки Лещенко. Они и сейчас тут за дверью стоят в русской секции. И я, значит, когда я только первую газету, которую я там купил, в Нью-Йорке, было новое русское слово. Я открыл и видел, там маленькая такая заметочка. Киез Матеракард Кампани. Буквально крохотная заметочка. Значит. Торгует чаем, там, чем угодно. Только не музыка. Ну, есть еще и музыка, там, музыка короткая, там. Вот. Ну, я подумал, раз это на 14-й улице, причем. А я находился на 14-й, да. Как же, я думал, давно уже нету. Никаких сведений не было. Я, значит, пошел пешком туда. В 48-й денег на метро не было. Даже 25 центов тоже не было. Пошел пешком. Два-три часа прошел. Нашел по этому адресу закрытую фирму. Ну, там, решетка опущена довольно плотно. Такая какая-то витрин стаеобразная. И пластинки стоят. Я пришел, ждал в зал. Я пришел часа в два. Никого нет. Потолкался, потолкался, ушел. Ну, потом еще несколько раз ходил туда. А там вопрос. Там первый этаж и подвал, кажется, если не ошибаюсь. Да, или как? Такой бель-этаж. А, бель-этаж. На самом деле, высокий первый этаж. И под этим высоким баллом. И подвал там, да, еще. Ну, не подвал, будем говорить, тогда. Ну, не подвал, да, да, да. Там студия была, да? Подвал, да. Как я правильно говорил. Да, да, да. Все это было закрыто решетками. Не видно было ничего. Потом попался мне один раз сосед. Харри, кажется, его звали, его женя покойная. Он, значит, меня заприметил и говорит, вы что, я прихожу туда. Вы приходите не вовремя, они, хозяева приходят где-то в 2-3 часа на работу. Ну, я вообще не удивился, что так поздно приходят на работу. Сказал, что довольно древние люди, даже, можно сказать, одна, один человек, Анна Дмитриевна Корниенко, с Крюковой, с семенящей походкой, регулярно приходил туда, ну, уже после того времени. Хозяек. Да, да. Я, значит, зашел, познакомился. У меня аж слезы на глазах, что это. Ну, вот, познакомились, я говорю, вот. Ну, я говорю, в России имела ваши пластинки, ваши фирмы. Еще выходит пластинка, она говорит, ну, уже мы практически мало чего выпускаем, она мне показала сборники какие-то выпущенные. Сколько лет уже мужа не было у нее? Сколько лет, когда вы с ней познакомились? Ну, муж умер еще, может быть, в 40-х годах, в 40-х каком-то. А, то есть она без него все-таки как-то еще продолжала, да, без него? Это оказалось, что вот, вот, кстати, он тут, вот фотографии, вот. Да.